Ребята, всем привет! Сегодня мы с пацанами строим самую масштабную королевскую битву на всем ютубе. Как вы заметили, у нас есть два новеньких. Это Никей и Димас. И есть волшебные таблеточки, которые имеют волшебные свойства. Бля, черт. Это моя. За здоровье? За здоровье. Короче, пацаны, подождите. Я объясню, что с ним вообще делать. И ладно, это черт, нюхай. Короче, это волшебные таблетки, пилюли, которые, когда ты съедаешь, ты получаешь волшебную способность рандомных героев. Я могу сказать железный человек. Да, если ты получишь ее, да, ты можешь с таким доспехом, и все. Короче, мы перемещаемся на такую карту, в которой у нас будут всякие способности. Пацаны, раз, два, три. Где? Где все? А, может, надо было съесть? Ребята, я прямой наследник короля Артура. Он мне завещал вот этот вот Экскалибур, с помощью которого я и выиграю на этой королевской битве. Потому что, вы же понимаете, само название королевской битвы говорит о знатной крови, то есть о моей. И, кстати, единственный соперник вот в этой всей арене является Тор. Так как только боги мне ровнее и моему Экскалибру. Всем привет, я Робин Гуд, и я король воров. Я был рожден для того, чтобы забирать богатство у богатых и отдавать их бедным. Моя суперспособность может быть стрелять вот так вот, стрелами. Я Тор, самый непобедимый и самый сильный здесь, на этой планете. Я прошу своего отца Одина, чтобы он мне прислал все боксы, которые есть на этой площадке. Великий Один! Чего? Ну, пап, ну, пожалуйста. Папа! Это что, шишка? Ладно, мне не нужна помощь отца, я справлюсь сам, потому что я бог! Нифига себе у меня пушка, ребята, походу я превратился в настоящего агента 007. И теперь я буду как Джеймс Бонд, как Хитман, только я не лысый. Почти лысый, кстати, у меня прическа даже поменялась. И я буду вот так вот, всех. Блин, интересно, может у меня есть какие-то еще крутые штуки? Ну, пока не замечаю, но я надеюсь, что если я нажму на пуговицу, то будет какая-то штука классная. Я думаю, у меня все шансы на победу, потому что я чувствую себя так же божественно, как в цветущем саду Сакуры. Меня зовут Капитан Роуз, я из Америки, я воевал 13 лет в разных странах мира. Посмотрите на мою ногу, вы думаете, она нормальная? Нет, мне ее оторвало. Это процесс врага, который я пришел к себе, он был очень плохой мальчик. Да, война, это жестко, вы можете видеть по моему лицу, что я воевал очень многие годы. О, что это такое? А еще я хочу показать свою способность, способность возврата молота. Ну, главное, что он вернулся. Я сейчас выиграю эту игру, поем хорошо и буду убивать еще больше. Что это такое? Пацаны, это босс, не сбегайся. Что это такое? У меня во время моего житья, у меня такого не было. Вот это я возьму, пожалуй. А что там еще есть? Гранат? Не надо, не нуждается. Робин не нуждается в гранатах. Погнали дальше на узле. Сегодня я вам расскажу военное мастерство, что делать, когда вы попали в горячую точку. Оказалось. Чтобы вы выжили в любых условиях. Let's go. Конечно, это королевство знатно уже потрепано, но даже его можно будет реконструировать и завести сюда весь мой народ, который будет обитать на этих землях. А для этого мне надо победить в этой битве. Так, знаете что? Я уже кого-то слышал там, и мой экскальбур нормально так хочет их уже разнести. Смотрите, что с ним. Надо срочно искать первого врага, чтобы его заколоть. Ребята, вон Леша, смотрите. Но убивать пока Леху нелогично, потому что я должен сначала изучить своих соперников и изучить местность. Поэтому я пойду искать флокс, чтобы никому ничего не досталось из них. Бегаемся, ребята. Заметил пиона, буду следить за ним. Ребята, я вот хожу-хожу и не могу никак найти соперников. Я уже вошел в целый первый этаж. И знаете что? Никого нет. Я не понимаю, куда они все спрятались. И мне интересно, кто какую силу принял, потому что у меня сила короля Артура. Ну, точнее, моего деда. Пацаны, ребята, смотрите, я нашел бурс. Опа-че, кажется, мне повезло. У меня здесь горф и два патрона. А это значит, что я теперь могу быть и дальним боем. А то ближний бой эффективный, конечно же, против лучников, эльфов. Это что, был агент какой-то? Вот мы и забрались на вершину этой местности. Теперь можно стрелять по врагам. И смотреть каждого, кто здесь проходит на этой улице. Но сейчас у меня орлиный глаз. Я сейчас в родину. Одно из правил военных прятаться в растительности. Я не знаю пока, где они, но я чувствую след. След Даниила. О, я вижу цель. Никого не вижу. Мой выстрел может... Кто это? Ну что вы, жалкие людишки, выходите. Я Тор, бог грома. Я бессмертный. Блин, я, походу, не бессмертный. Получилось. Ребята, уже прошло слишком много времени, а мой экскалибр еще не почувствовал крови. Мне надо срочно кого-то наконец-то уже... Не понял. Наконец-то мой экскалибр почувствует настоящее сражение. Ребята, смотрите. Капец, он быстро бегает, этот нидер. Но зато мой экскалибр наконец-то вкусил кровушку. Ну, точнее, шарик. Блин, а мне нравится. Надо бы найти еще пару соперников, чтобы покромзать моим мечом. Ух, пойдемте искать. Блин, ребята, тут происходит полная дичь. И я не знаю, что делать, потому что все противники одинаково сильны. И мне нужно с кем-то будет объединяться. Так, у меня остался один шарик, но это не помеха, потому что я ТО, я самый сильный и непобедимый. Я выиграю их. Где вы? Блин, ребята, что-то дождь начинается. Но туча маленькая. В общем, я... То, что вам говорил там, мне нужно объединиться с военным, потому что мне кажется, что он понимает меня. Мне кажется, мы служили с ним в одном подразделении. Это было еще давно, в годы американских перестрелок с мафиосник. Надо искать его по кличу знаменитому, который говорит о помощи. Говорит, что нечего бояться. Вы слышите? Это он. Даже сейчас, когда хищник находится всего в нескольких метрах от тюленя... Блин, ребята, я и забыл английский язык, потому что меня контузило очень много раз. Не стреляй. Ладно, хорошо, хорошо. Ты меня понимаешь? Нет, руки вверх. Ты меня понимаешь? О, привет. Привет. Брат, давай объединяться. Давайте. Я же вам говорил, ребята, что мы с ним служили. Ты помнишь меня еще тот же? Славный малый, помнишь? Это было давно. Да, это было очень давно. Короче, смотри, наш план. Нам нужно объединиться. Кого-то заметил? Кого-то заметил? Нам нужно с тобой объединиться и уничтожить всех врагов, а потом мы уже разберемся по-армейски, по-нашему. Мы команда. Да, мы команда. Все, погнали тогда. Те, наконец-то, нашел для себя удобную точку, и здесь я попаду в любого. То же тогда было с тором, мне считается, подул очень сильный ветер, и мою стрелу просто унесло в бок, и я сбил всего лишь один шарик. Поэтому сейчас я становлюсь как Рэмбо, потому что тут лес, тут все такое крутое, такое лесное, деревья, ежики, птички. Я с ними очень хорошо дружу. С птичками я могу просто подавать сигнал, и они будут со мной общаться. Типа вот так вот. Чирик, чирик, чирик! Итак, ребята, я уже иду минут 10. Я уже, знаете, наприметил, здесь будет такой перевалочный пункт, в котором будут проверяться всякие лорды, которые будут приезжать ко мне в замок, на мой пир. И если они захотят проехать к мое королевство, им надо будет пройти здесь такую-нибудь, знаете, агром... не понял, что это было. Может быть, мой экскалибур прорубит проход мне? Мой экскалибур вообще не смог пробить. Что это за барьер? Ладно, окей, здесь прохода нет. Ребят, посмотрите, просто какое офигенное дерево. Кстати, вот такие деревья хранят огромнейшую духовную энергию, которая будет заряжать мой меч как раз-таки ею. И мой меч станет снова очень сильным. И я прорублю этот проход с барьером, я вам обещаю. Я выйду отсюда и захочу еще больше территорий, потому что такое для меня мало, для короля Алексея первого. Этого мало. А это что, ребята? Капец! Еще один пак. Гвоздка. Так, что у нас здесь есть? Лук. Боже, это только для моих поданных лучников, лук. Зачем он мне? У меня есть, кстати, еще один огнестрел. И зачем мне еще дальний бойцы? У меня есть крутейший нерф, которым я даже пользоваться не буду, потому что у меня экскалибур, которого мне хватит, чтобы победить в этой битве. Вы видели моих соперников? Я лично нет, но я уверен, что если они такие же, как и ниндзя, то вот тут моего меча вполне хватит. Помнишь пропора Алекса? Да, когда ты плевал ему в комфорте, мы все смеялись. Я помню, а он нас еще наказал. Да, наказал. Он заставил нас стоять на иголках, представляете? Тоже, и мы не спали 48 суток. Да, 48 суток мы не спали. Блин, это были золотые годы тренировок. Это было жестко, но теперь мы те, кто мы есть. Ладно, что-то мы заходились, надо размяться. Да, нам нужна разминка и идти уже мочить этих голубков. Как ты говоришь, голубков, да. Пошли. Let's go. Так, ну что, как по-старому, часть 8, 19-4, подтягивания на одной руке. Это легендарные брусья. Ой, I love this. Ну что, начали? Давай. Раз, два, три. О, вспышка слева. Это Даня, это Даня жук, он меткий робин. Ладно, оставлю свою удачу и внезапный удар на портом. Но нам нужно бежать за ним, ты что упал? Я вспомнил войну. Пошли. Продолжить. serve. Важная музыка. Важная музыка. Слева. Слева. Podcast Lakisa. соусом, а вы мне привезли с одинарным. Что это такое? Я не понял. Как я буду тебе восполнять калории? Как? Вы вообще понимаете, я Тор. Бог грома. Да не нужна мне ваша скидка, что вы меня тут подкупаете. Я не понял, мне прилететь к вам или что, а? Так, проход на крышу, где Даня есть только один. Что? И он здесь. На, он сюда, говорит. А, окей, let's go. Ну что, где вы? Идите сюда, к папочке. Хэндап! Хэндап! Ты как? Это было больно, но я вспомнил. Где он? Спокойно, у меня только один патрон, я не смог купить его полностью. Надо не рано, я думаю, да? Пошли с Катанем, плевать на него, на этого прокурориста, мы все равно это не сможем. Погнали, привет! Итак, ребята, так не пойдет. Мне надо срочно расширять свои войска. И поэтому я сейчас буду приманивать себе эту челюсть, которая присягнет к моим войскам. Я уверен, потому что я им дам такую возможность. Итак, во имя принца Алексея Первого, потомка короля Артура, у вас есть 10 секунд, чтобы присягнуть к моим войскам и стать одним из лордов. Десять, девять! Так, он где-то здесь. Я чувствую, я чувствую. Идите, давай, брат. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он! Стоять! Стоять, Американский Валерий Катан! Пять, четыре, три, два, опа! Один! Это все, кто присягнул ко мне? Ты хочешь взять присягу на колено? На колено, лорд! Теперь я тебя короную, как одного из прислужников, самого принца Алексея. И теперь мы с тобой победим в этой королевской битве. И один из этих замков я ставлю тебе. Кстати, братан, держи, мне это не надо, думаю, тебе это понравится. Ты же у нас быстрый, может, тебе это чем-то поможет. А пока покажи мне свои способности, что ты вообще умеешь? Ладно, это тебе не надо, ты, короче, ну, будешь просто воином. Блин, старость и радость. Старость и радость. Есть, 10 лет назад мы бы поймали его. Да, я просто привык на своих штучках всяких. Знаешь, мне кнопку нажал, пухнул и перелетел на другую сторону, а сейчас надо ногами. Все забрали, только пистолет мой остался. Блин, если бы мой вертолет был, ну, реально, вообще бы, сразу бы начали. Да, но нам все равно нужно туда лезть, потому что там обзор лучше, и мы с собой на крыше. А на крыше это уже огромное преимущество. Поэтому погнали. И там еще что-то ищет, подсадишь меня? Есть, мы все равно добрые. Давай, подсадка называется Кобра. Дилан, так, так, раз, два, три. Спецназ работает. Сосадка не вершает. Как, Дани, здесь нету. Я заметил там Лешу и Минзю. Нам нужно придумать план, иди ко мне. Раз, два, три, четыре, пять. Давай покажи мне фирменный свой танец своего рода. Покажи, как вы это делаете. Еще два голубка. У них какие-то припадочные состояния. Они нормальные вообще? Они, походу, ненормальные. Смотри. Я иду вот с той стороны, а ты прилазишь и идешь с той стороны сзади. Делаем захват. Да, захват по сторонам. Я помню этот прием. Нас учили 15 лет назад. Мне еще было тогда 10. Пошли. Пошли. Все, давай, Джо, удачи. Все, не теряйся на цифрах. Да. Офигеть, еле от них убежал. Они хотели меня убить своими фишками. Все, ладно, здесь небезопасно. Надо обратно пойти в свой лес. Да не нужно от него за тропом. Вы как от страха подписывали руки? Там тортите. Да как вы меня задолбали уже, а? Это невозможно просто. Что? Кто это был иди сюда? Кто посмел потреволить бога грома самого Тора? Что это такое? Ты хоть и разбил мой шар, но этот тебе никогда не разбить. Ну мне тоже не разбить. Что это такое? Что это? Вот это вот оно. Что это такое? Ну ладно, я постригся, так что можно идти дальше. Ребята, застряла нога. Я уже слышал звуки стрельбы, и я еле отошел от этого акцента. Но я здесь слышал тоже какие-то звуки. Мне кажется, что кто-то здесь идет. Но я не могу достать свою ногу. Так, ребята, в этом мне поможет только мой срывочек. Ребята, все равно не получается. Ладно, ребята, мне, наверное, придется отстрелить себе часть ноги, чтобы помочь здесь спасти друга, потому что я слышу какие-то жесткие звуки, я услышу. У меня уже душа долопится. Как нас учили. Все под контролем. Так и планировалось, ребята, короче. Все, теперь я бегу и спасаю друга, потому что я слышу странные звуки, и мне кажется, здесь кто-то есть. Ну что, ребята, мы с Стасом придумали план, называется захват кобры. Я, Стас, обходим и хватаем их. Вы слышите? Вот этот голубчик, говорит, царь зверей. Сейчас посмотрим. Остановись на бэби! Ха-ха-ха! Кто are you? Так, так, так. Это было запаснято. Стас! А ты думал, я не смогу пожертвовать своей жизнью, чтобы раскрыть ваш план с тем агентом? Мой дед, король Артур, мне все подсказал через меч. У нас с ним как бы тут сигнал. Что, говори? Что нужно? Понял. Где мой адвокат? I'm from America. Итак, военный, мой дед сказал, что ты можешь присягнуть ко мне на престол. Ты согласен? Не за все в жизни! Хорошо, будем по-другому. Просто расскажи, где находится твой сокомандник, твой помощник, и я тебя отпущу. Пошел в жопу. И так будет с каждым, кто осмелится потревожить мое королевство. Тише, вы слышите звуки. Нас обучали, что когда такие звуки, то нужно предохраняться и понимать, что здесь рядом опасно. Стоять! Не двигаться! Я тебя видел и слышал. Выходи, ты играешь в какую игру против агента. Выходи. Я видел, что там произошло, тебе лучше сюда не идти. Что там произошло? Солдата убили. Если ты влипуешь. Если ты влипуешь. Если ты влипуешь. Да вернусь за тобой, и тебе конец. Стас, почему так поздно? Почему так поздно? Брат, не умирай. Почему так поздно? Брат, не умирай. Передай королю, чтобы он пошел в жопу. Хорошо, брат. Да пребудет с тобой. Американский арил. Иди. Нет, ты уже умирал. Извини. А, ты еще жив? Да. Не умирай, пожалуйста. Хорошо, я постараюсь. Брат. Я не буду плакать. Я же... Я же агент. Я отомечу ему за все, что он сделал. Его захватил злой дух, и нам нужно спасать Леху. Согласен, это не наш Леха. Да, Даня. Так что погнали. Разберемся с ним. Я возождался, челяди. Саня. Что? Скажи ему, чтобы он вспомнил, кто он такой. Что? В смысле не тот? Я принц Алексей. Я заберу этот рог. Последний патрон, ребята, последний патрон. Леха, очнись. Здорово, братан, все как дела? Здорово, ты... Ты очнулся? Пошел на прикольный флайк. Ты вообще знаешь, какой у тебя образ попался? Нет. Зловещего принца. В смысле? Ну, прям он, ты хотел здесь всех поработить. А уже все закончилось? Да, все закончилось, но много кто умер. Леха, ты вернулся? Это УЗИ-ка там? Блин, прикольно. Наверное, этот видос вообще крутой получился. Да, и эти витаминки тоже прикольные. Надо будет их почаще использовать в видео. Кстати, ребят, если вам понравилось такое видео, такой формат, где мы в героях всяких, то у нас есть идея снять похожее видео, где мы будем всякими супергероями из Марвел. Там, да, Стас будет Бэтмен, например, я буду Человеком-пауком, а Даня будет Чудо-женщина. Чего, опять таблетки пить? Да, короче, ребят, просто напишите в комментариях, если под этим роликом соберется вести косарей лайк, много, но видос-то будет крутейший, то мы снимем такой офигенный ролик, где будет опять все наши ребята, так уже будут другими героями. И не забудьте подписываться на канал, ну и с вами мы уже увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока!